Сейчас несколько писем, когда меня просят совета, хотят иметь конкретное, допустим, раннее, среднее, позднее, видите, Деревьевская область, город Кириши, раз, какие растения будут успешны в Красноярске, ну, почему, вы же видели, в Красноярске растут, могилевцев, и опять, самый, ну, тоже, опять, семена по вашему совету, вы понимаете, как мне, друзья, трудно давать совет, вот, что ему надо, чтобы плоды были сладкими на вкус, так, А я вам показывал даже самые огромные плоды, они не просто вкусные, вкуснее нет даже, а раз они не дозревают и падают в конце июля, даже не в августе, не в сентябре, не в октябре, получается, они 100% созревают, 100%, и наливаются с сахаром и так далее полностью, вот, но они привиты, а здесь получается так, семена нужны, а я не могу гарантировать сладкие, я могу сказать так, будут кислое, кисло-сладкие, сладко-кислые и сладкие, вот, но, чем южнее, тем шансов будет больше, я не зря вам показывал все эти, вот, в Красноярске, там, как, получается, допустим, вернуться, сейчас, в Красноярске, Африка, там, последние дни было, минус 5, минус 10, а то и минус 3, это вообще, это какой-то феномен, останется навсегда такое, и вот человек, этот ларинголог, который пока посадит мои семена, вдруг окажется, что вокруг пусто, а у него все растет, а вдруг этот климат навсегда поменялся, вот, подозрительно, сильно, вот, больно долго зимы нет, ни в Европе, ни в Сибири, больно долго, как бы не навсегда, вот, тогда надо, получается, просто рисковать, но если Красноярск отбракует их, вот, чтобы я еще гарантию давал, а гарантия эта, привитая, вырастите по двое, мои маньчжурцы, сыновья маньчжурцы, там, где теплее, можно на Амура привить, на Серафима можно привить, вот, а потом, кстати, это еще слаще будет, а потом еще мои прививки купите, и все, будет у вас настоящая сладость, а косточки, хоть я и пытаюсь их продать, я не хочу вас не отговаривать, я не хочу не уговаривать, я хочу, чтобы вы поверили, что сейчас, когда идет перестройка климата по всей планете, до хозяйничали, климат меняется, и в таких случаях дальше мы будем еще говорить про груши, но я хочу сказать, что для основы любых садов, и севера, и юга, нетронутая почва, и нетронутые, этот самый, скидет дерева, Павловская тоже из этой категории специально брал несколько писем, которые примерно одинаковые, хочу попробовать, вебинар убедительный, какие сорта, опять какие сорта подойдут для вашего климата, вы понимаете, ваш климат просто, все, забудьте про тот климат, я написал такое общее нейтральное письмо, ответ, вы заранее планируете уже, помните, там человек хотел, чтобы ранее были, средний поздний, ага, сейчас, вы молите богу, что мы из ранних, средних, поздних, чтобы хоть какие-то не попали под морозы, какие-то под заморозки, чтобы хоть что-то было, а не все, конечно, спланировать, так вот я пишу, это ошибка, на первом этапе садите много и густо, все подряд, а почва и климат отберут нужное им, вот это самое главное, как мы можем раннее, позднее и среднее, когда ваша почва для какого-то годится, для какого-то нет, все виды, все сорта, которые у меня, гибриды, чистых нет и не может быть никогда, и вот эта гибридность позволяет вылазить, в одном случае, одни качества вылазят, вот, абрикосы, пусть и страшные, холодные, мокрые, весны, лета и осени, так ни одной почки, ни одна пятнышка не появилась, а это уже не может быть, просто другой подход, не калечьте ее, получите, вот это и будет, как вы пишите, не тратить годы пустую, второй этап, после начала продолжения 3-5 лет планировать будущее сада, вот вы посадили, забегаю вперед, посадили вы с густотой помидоров, вы представляете, да, ну, допустим, полметра на метр, можно еще два раза гусь, если много, мало места, много купили, пусть есть 30 сантиметров, а междурядье пусть 80 сантиметров, даже так, главное, потом часть из них останутся навсегда, вот, прошло зима, вторая, вот, проведила, то, что мы это, причем не обязательно самое скромное, просто другие принципы в дело вступают, и вот получается, вот только через 3-5 лет, включайте мозги, до этого просто ждите чудо, вот человек ждал чудо, вот присылает мне вот этот вот ролик, написано, абрикос от фирмы Виктория, этот ролик почти с матом снимал и рассказывал, что вот этот вот дебильный саженец, вот, рядом росли другие, нормальные, он получил, купил фирму Виктория, поиск Виктория, вот он, абрикос академик, я смотрю на это, думаю, ну, вот теперь получается, вот, что, а их все-таки ворачивает абрикосы, у него носик есть, теоретически, это может быть академик, вот, какой-нибудь клон или там какой-нибудь гибрид, вот, до 40 выдерживает, вот, то есть, можно подозревать, что у них есть этот абрикос, так? Итак, смотрим, я выделил два места, итак, внимательно, при обрезке, которая производится весной и осенью, вот, за это слово осенью, это самое, это морду бить надо, как, как бы, надо навсегда забыть про обрезку осенью, вот, вот, пришло лето, осень, и подходите к дереву, я не знаю, как они умудряются иметь такую красивую фотографию, а человеку продать такую дрель, держитесь, как говорил Задорно, воздуха наберите, зимой, при обильном выпадении снега, приствольный круг периодически очищает, обрезаем испорченные, ну, как же испорченные, больные, да, те, что растут вертикально, они не способствуют подношению, портят общий вид дерева, дерево, она не знает, что оно, это, у него вид испорченный, а человек знает, миллиард лет формировалось, где кустарник, где ветер был, где мороз, опять кустарник, где можно, где нет воды, там, значит, дымный корень, портят общий вид дерева, что ты понимаешь, какой вид у дерева должен быть, а что ты чеку продал.